это будет выпуск обо мне на моем канале да представляешь я уложил туда где-то вы считали 120 тысяч долларов что для тебя в плане продвижения сработало лучше всего вот прям номер один если вы моете полы значит ваше время стоит столько же сколько время уборщицы если компания откровенно я никогда и не возьму ниша пустая с этим можно сделать больную бизнесовую историю это был мой наверно самый дорогой опыт моей жизни инфо-цыганка считаю что мы полностью эти деньги все бросали на это можно зарабатывать деньги я не вру никогда youtube закрытка очень сегодня ребят на профилактику привет ребят я сегодня захватил канал ольги ермиловой на самом деле хочется посмотреть на то как работает оля другими глазами потому что вы видите исключительно картинку которая подана со стороны ведущей канала ведущих каналов а я хочу посмотреть как это все работает и рассказать вам поэтому пришел сегодня в гости к вашей любимой я надеюсь зажигалки вот ее офис давайте позвоним узнаем пускают ли сюда вообще посторонних людей пустите меня зовут роман кирилович я главный редактор канала франч севи и сегодня по своей специализации работы буду делать такой сюжет интервью с олей youtube закрыткой очень сегодня ребят на профилактику ну наконец-то открыли суши я с никогда не был оле интересный офис смотрите как все выглядит но я слышал мне рассказывали что практически все в этом офисе подарили вы на самом деле респект я не знал что так можно в коридоре куча фото коле и сереже да я сегодня арендовал мы потом с тобой расскажу как можно сэкономить немножко маях вы записывали интервью сюжет год назад даже чуть больше у тебя тогда еще был цветочный бизнес сейчас я вижу практически везде эти логотипы youtube 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 ты пришел мочить конкурентов да да нет на ютюбе нет конкурентов есть коллеги за что мы конкурируем за что за время разрешу зрители но зато у них есть возможность выбрать чем нравится потратить свое время на кого я хочу спросить это все уже то есть ты окончательно на ютюбе то есть ты youtube как это приниматель да я youtube предприниматель круто вот это можно так можно знаю есть дети блогеры которые какие-то там ахулиарды зарабатывают но в взрослом ютюбе знаю по себе денег не очень много давай расскажу я хочу что ты мне рассказал поделилась как можно это да представляешь смотреть до конца ну я просто коротко отвечу сейчас на вопрос и потом повезу тебя в тайное место раз уж ты приехал где на самом деле все происходит просто имея тот бэкграунд который я имею в бизнесе и наблюдая за предпринимательством которое происходит и поняла что youtube это самая крутая площадка для того чтобы наибольшему количество людей тогда никогда тебя пригласили когда ты можешь это сделать любой момент времени рассказать о предпринимательстве показать классных предпринимателей показать и рассказать все как есть на самом деле потому что я называю наш канал самым честным потому что у нас три anni предприниматели маленькие большие разное с реальными вот этими всеми попами Когда не получается чаще, чем получается И моя задача как раз показать, включить свою экспертность Помочь небольшим предпринимателям и большим предпринимателям Показаться большим аудиториям своим Рассказать свою какую-то личную историю Потому что моя такая философия, что люди любят людей И сегодня мало быть просто Это такая что-то новая философия Ну ты понимаешь, сегодня очень сложно конкурировать Вот ты продаешь, например, ручку, и я продаю Ты цветы продавала, да? Я цветы продавала, но когда ты знаешь, почему я эту ручку начала создавать Кто стоит за этой ручкой и знаешь меня как человека То ручку продать гораздо легче Вот об этом мой канал сегодня Помочь этим предпринимателям Плюс обучить большое количество предпринимателей Естественно, я зарабатываю на этом деньги Потому что деньги нужно зарабатывать на всем, и это не стыдно Если ты что-то делаешь лучше других, ты обязан зарабатывать больше Только приглашенные ведущие работают сегодня бесплатно, друзья Ну что, что за секретное место? Мне уже интересно Я не буду тебе говорить, просто поехали Спасибо этому, что Ты доверяешь женщинам, нет? Ну, иногда да Любой твой ответ будет неправильный Потому что доверять женщинам нельзя, а не доверять мне тоже нельзя А вы оставайтесь тут Пока Да, ребят, мы вернулись, мы едем в какое-то тайное место Туда меня везет Оля Я не знаю, вернусь ли я оттуда Но если вы видите эту запись, то, скорее всего, все хорошо Оль, расскажи, пожалуйста, то есть вот этот формат, который ты выбрал, он, мягко говоря, ну, его практически нет на ютюбе Да, то есть это мало того, что это бизнес-контент, но это еще и реалити-шоу Скажи, почему ты решила в эту такую специфическую нишу идти и что в итоге у тебя получилось? Ну, знаешь, что получилось, сложно ответить, потому что ютюб, по моему личному мнению, это то, что люди очень быстро ко всему привыкают Нужно очень быстро меняться Сто процентов Поэтому есть как бы ключевая штука, которую я использую Это первое, это должно быть интересно мне самой делать Потому что когда тебе интересно делать, у тебя есть энергия И это интересно смотреть другим людям Что касается самого продукта, смотри В чем вообще была моя главная загвоздка? Я же не ведущая, я не журналист И для меня очень важно, чтобы люди видели меня Видели мой опыт, слышали меня Они просто воспринимали меня как человека, который задает вопросы, берет интервью Потому что, ну, однозначно, я не лучший журналист Ну, чтобы не казаться, да, в общем? Да, чтобы не казаться Я много лет работала над своим личным брендом То есть занимаюсь бизнесом и так далее То есть у меня этот личный бренд есть, у меня есть аудитория Плюс ко всему у меня есть искренняя потребность Как бы помогать предпринимательству нашему Потому что я, ну, к сожалению, вижу, что 90% того, что есть на рынке Это нифига не бизнес Это все какие-то дотации, все открыто за какие-то деньги Невозможно окупить салон красоты, который ты вложил, миллион баксов Вот как у меня в Липках, например, там на первом этаже То есть мы видим эту красивую картинку Большинство людей не разбираются Они берут какие-то кредиты, продают почку Начинают открывать бизнес Потому что, ну, типа, это же везде работает Но я же не могу быть самым большим дебилом, понимаешь? Инвестиции Вот, да И в итоге они сливаются очень быстро Я заинтересована в том, чтобы предпринимательство все-таки развивалось У людей были шансы И поэтому мне хочется показывать, как оно есть Мне хочется помогать людям, которые все-таки как-то с головой подходят к этому вопросу В контексте маркетинга, в контексте того, чтобы людям рассказывать, объяснять Плюс использовать тот опыт, который у меня есть Если говорить о моем опыте Ты наверняка будешь удивлен Так Потому что он у меня достаточно богатый Мы проезжаем сейчас в секс-шоп У тебя есть опыт? В секс-шоп у меня только подружка была с таким опытом Окей, ладно, извини, да, давай Да, смотри Стартовала я вообще с чего? Я начала продавать самый мой первый бизнес Это были услуги организации свадьбы, гип-сегменты Подожди, давай, ты же была певицей Ну, это был просто опыт моего наемного сотрудника Или об этом не принято говорить на канале Нет, об этом можно говорить, но это как бы это была моя работа Это не было предпринимательство Предпринимательство началось тогда, когда я заявила о том, что я свадебный организатор И я вошла в продажу очень сложной, непонятной услуги, которая только выходит на рынок Людям состоятельным Понимаешь вообще, как сложно продавать випам, которые Свадьбы, такие важные моменты Важные моменты, личные моменты Это тебе даже не корпоративчик, где компания, да, и какой-то там Нет, это девушка, которая находится в момент пика напряженности Мужчина рядом с ней, который задолбался, что она тратит деньги непонятно вообще на что Понимаешь, на цветы по 30-50 тысяч долларов То есть это состояние кошмара, и во всем этом виноват ты, организатор Вот, потому что ты виновата приори Чтобы при этом психологически выдерживать весь этот накал с двух сторон Сначала было это Позже очень богатый опыт в инфобизнесе в контексте продажи обучения Потому что я начала обучать людей, как выдержать вот этот весь ад Как продавать услуги, дорогие услуги Свадебные ниши Свадебные ниши, да И этот опыт у меня богатейший, потому что на этом я выстроила все свое имя Заработала свои самые большие деньги А это имя какое сейчас хорошее или такое? Это имя очень хорошее Ну, я не знаю, это надо, наверное, задавать людям вопросы Но в свадебной сфере, знаешь, у меня была такая мечта Стать человеком легенды Вот чтобы мое имя, знаешь, типа как памятник на Майдане Ну вот я очень мощно поэтому проработала И я, опять-таки, это психология Как продавать это людям, как подавать это людям В этом я как бы преуспела очень сильно Затем у меня был опыт организации крупных выставок Организации крупных конференций Все на свадебную тематику То есть я была первая, кто организовал там на 500 человек свадебную выставку Свадебный саммит, в один бизнес саммит Причем международного класса Я проводила ее в Белоруссии, в России, в Украине Я в украинском доме, вот здесь, где мы проезжаем Проводила три, по-моему, выставки больших украинских свадебных для украинского рынка То есть у меня есть такой богатый опыт Это совершенно другая история Когда ты продаешь своим же людям Которые находятся здесь территориально Каждый из которых платит 3 рубля Потому что больше не хочет Но при этом требует от тебя Типа, а сколько бордов вы повесили Говорит человек, который почти умер От того, чтобы заплатить 100 долларов за стенд При цене борда 500 долларов Он говорит, сколько бордов у вас по городу Отчитайтесь мне, пожалуйста То есть это как бы следующая история Которую я тоже пережила В этом было достаточно много лет Что у меня было еще? У меня был прикольный опыт Когда я забеременела своей второй дочерью Я почему-то решила открыть Наподобие Леры Бородиной Сервис аренды платьев Только детской Ага Вот Это тоже был потрясающий опыт Потому что я скупила Какое-то нереальное количество Там 200 с лишним детских платьев Причем я, как предприниматель очень классный Я решила, что плохие платья покупать не буду Чтобы ты понимал, я на стоке покупала детские платья по 500 баксов Понимаешь, да? Да В мужской голове это укладывается, нет? Не, не очень Не очень Два месяца Так Сережа, вы тебя живу? А, значит, поскольку я человек, как бы, равноценный, равнозначный партнер в нашем бизнесе Он прекрасно понимал, что эти деньги будут на что-то спускаться Потому что беременная женщина это особенная женщина Она эти деньги тратит И я нашла коляску за 10 тысяч долларов И он мне сказал Он был готов угодно Он все что угодно сделать Только чтобы этой коляски не было Потому что он понимал, что это полный бред И когда я ему сказала, что вот у меня еще есть идея, значит, сделать сервис аренды платьев Он сказал, сколько тебе надо сейчас Я говорю, ну, 20 тысяч долларов, как бы, мне надо сейчас, чтобы стартануть Он говорит, окей, давай вот 10 тысяч ты возьмешь за коляску А 10 тысяч ты возьмешь других И установишь дедлайн, сколько времени ты будешь пробовать себя в этом проекте Меня хватило ровно на 2 месяца И я приняла решение, очень здравое и здоровое, что не хочу этим заниматься Потому что у меня прекрасно развивались другие бизнесы А этот бизнес датировался, но не из кармана мужа А из моего тоже кармана, потому что я тоже работала Поэтому я очень быстро, так знаешь, поставила на этом точку Затем у меня был шикарный опыт с пинг-баром Где мы с тобой, собственно, познакомились Где мы с тобой познакомились, да То есть это был опыт ритейла Я поняла, что вообще из тебя представляет ритейл в нашей стране Я теперь, мне кажется, знаю об этом очень много По крайней мере о маленьком ритейле, который ты открываешь за свои же деньги И который ты никогда в жизни не можешь отбить Ну да, еще плюс скоропорт такой То есть это ладно там продавать чихо и для телефонов Да, да, это большая проблема Ну, это был мой, наверное, самый дорогой опыт в моей жизни И самый для меня В смысле, это проект был в ноль, да, или в минус Я вложила туда, где-то там мы считали 120 тысяч долларов На цветочки На цветочки Ну и считай, что мы полностью эти деньги все Бросали Да, за счет того, что мы не учли очень простой вещи Что у этого бизнеса есть свой потолок рентабельности Ну то есть в него нельзя вкладывать такое бабло просто Да Он приносит деньги, но не при таких раскладах В более дешевом формате Да, да, да Вот, поэтому как бы учитывая, что мы хотели построить много Зашли по крупному, по взрослому Ну, просто такой опыт у меня был Ну, после пинг-бара сразу практически в YouTube Да, после пинг-бара я сразу То есть инфобизнес, реальный бизнес, снова инфобизнес Ну, практически Да Но, понимаешь, в YouTube, почему я сюда зашла, именно в YouTube Я всегда очень, не просто не боялась, а любила публичность Я всегда люблю выступать, я всегда люблю говорить И я имею, для меня очень важно, я же могла снимать видеоролики Гораздо проще формат выбрать Бизнес-формат, ты знаешь, что такое бизнес-канал Это сложно, это не для всех Это вот куча народу со стабилизаторами Да, это как бы гораздо сложнее Но для меня очень важно все-таки качать свой мозг И все-таки рассказывать, делиться и работать в той сфере, которая мне нравится А бизнес мне все-таки нравится, несмотря на то, что это очень непросто в нашей стране делать Поэтому вот это все соединив, я поняла, что я могу дать очень много пользы людям Что это может быть интересно и мне, и им И я могу давать очень дельные рекомендации Не из того, что я прочитала в книжках или услышала там на выступлении кого-то другого А из того, что я прошла сломан Опа, сюрпризик Одним из самых популярных вопросов, когда я говорю Что вам такого нового и интересного про бизнес рассказать Пишите, знаешь, что пишут люди? Что? Расскажите, как вы все успеваете Как вы с бытом справляетесь Когда вы моете пол Да, когда вы моете пол Я хотела всем рассказать, кто в нашей семье моет пол и справляется с бытом Может показать Ты хочешь помыть пол и всем это продемонстрировать? Но на самом деле очень важный аспект Я не знаю, почему его люди не слышат Ты все время, по-моему, это говоришь на любых каких-то тренингах и выступлениях Повтори, пожалуйста Если вы моете полы, значит, ваше время стоит столько же, сколько время уборщицы Алис, иди сюда Алис, кто у нас дома моет полы? Тетя Таня Тетя Таня? Тетя Таня? Кто такая тетя Таня? Что она у нас делает? Убирает Убирает Сколько раз в неделю? Два Два раза в неделю тетя Таня приходит и убирает Хорошо убирает? А почему ты не любишь, когда тетя Таня приходит? Расскажи, почему вы с Евкой не любите? Ева Потому что она все время всех прогоняет Все время всех прогоняет? Почему ты не любишь, когда тетя Таня убирает? Что она еще заставляет вас делать? И губить убрать Потому что еще она хочет все наши игрушки пропылесосить. Пропылесосить все наши игрушки. В общем, есть такая тетя Таня, которая это делает. Поэтому заметите себе тетю Таню, которую не будут любить ваши дети, потому что она будет заставлять всех убирать. Но у вас не будет с этим проблем. Это как бы важно. И очень часто люди говорят, ну, типа, это причудо для богатых, да, когда кто-то убирает. Но на самом деле нет. У вас нет шанса вообще вылезти из вот этой вот текучки постоянной уборки. Второй момент. Все время задается вопрос, кто занимается детьми беспризорными. Давайте расскажем, что вы живете в интернате, родители забирают вас раз в год на съемку и потом обратно сдают. А где наша фрекинг-бок? Где наша фрекинг-бок? Где тетя-няня? Где наша няня? У нас есть няня? Да. А скажи мне такое, сколько времени ты с мамой и папой проводишь? Много или мало? Мало. Мало? Окей, а чем ты занимаешься? Утром ты встаешь во сколько? Во сколько ты просыпаешься? В 6 утра. В 6 утра. А в школу ты идешь? Нет. Ну, пока каникул не было. Ходила в школу? Нет. Алиса не ходит в школу у нас. Ну, короче, некому детьми заниматься. Не хочу. Не хочет ходить в школу. Так, а на гимнастику ходишь? Да. Гимнастикой, похоже, хочется заниматься. Расскажи, мама заставляет тебя ходить на гимнастику? Говорит тебе, Алиса, иди на гимнастику. Иди, иди, тебе надо растягивать ногу. Алиса, говорит так? Нет. А почему тебе нравится ходить на гимнастику? Давай, мы с тобой сейчас... Я не веду. Мы сейчас возьмем несколько... Ев. Что мы возьмем здесь? Это все правда о моих детях. У меня точно так же, как и у вас. Дубль 35. Алиса, скажите, кем вы хотите быть? Олимпийской чемпионе. Вот. А ты готова для этого тренироваться каждый день? Да. По сколько часов ты тренируешься в день? Пять. По пять. А потом кем ты хочешь быть? Тренером. Тренером. Вот, видите, все. Я жала тебя, чтобы было больно, и ты говорила правильный ответ. В общем, это Ева. Ева, кем ты хочешь быть? Танцовщицей. Танцовщицей. И заметьте, не танцовщицей. На шпагаты умеешь сидеться? Да. Покажи. Та-дам. Я помню. Ну, в принципе, все. Аплодисменты, стоп. Так, Оль, хорошо. Твой формат. Ты берешь предпринимателей, у которых есть какие-то вопросы по жизни, по бизнесу, и ты их вместе с Сережей и экспертами прокачиваешь до какого-то хэллос-цель. То есть вы устанавливаете какие-то планы. Я тебе скажу так. Как это происходит? Мы опять сейчас переходим несколько в другую историю. Почему? Если у нас был... Мы зашли, когда мы начали экспериментировать, развивать всю эту тему, историю, и мы пришли к такому бизнес-шоу, когда к нам приходят предприниматели разных уровней, обычно это кто-то не очень большой, начинающий, или человек, у которого есть множество вопросов, он не может развить дальше свой бизнес. Мы его коучим. Мы собираем команду людей, и это команда людей, которая помогает ему и создать сайт. Мы делаем ему стратегию, и команда это все выруливает. Но мы столкнулись с такой штукой в этом году, что с маленькими предпринимателями есть проблема. Они очень сильно ограничены в ресурсах. Прежде всего, они не готовы столько пахать. Это самое первое. То есть им очень хочется, у них существует иллюзия, что кто-то это сделает за них. То есть у них недостаточно энергии. Второй момент, у них не всегда достаточно денег хотя бы на рекламные бюджеты, на какие-то растраты, которые у них должны быть. И мы увидели, что в целом, вообще, когда мы людям показываем реальный бизнес, как он есть, для зрителей канала это достаточно скучно. Ну, понимаешь, когда ты смотришь 1 плюс 1, а там драки, короче, там кто-то кого-то назвал дурой, курицей, и все. Переспал с кем-то. Переспал с кем-то, да. Это людям интересно. Реальный бизнес, он не такой интересный, он достаточно скучноватый, потому что тут надо, ну, как бы... Да, вот я называю вещи своими именами на своем канале. Ну да, нет, ну все правильно. Вот, и мы столкнулись с тем, что тоже есть траву, за этим скучно наблюдать. Поэтому сейчас я решила для себя все-таки какое-то время провести следующий следственный эксперимент и поработать над тем, чтобы поснимать видео, где мы помогаем предпринимателям раскрыть историю их бизнеса, раскрыть их смыслы и показать несколько с другой стороны. Потому что обычно сейчас все знают, что видеоконтент сейчас, да, типа на пике. Класс, все это понимают. Но люди что делают? Например, человек занимается там ювелиркой, он берет, нанимает какой-то продакшн, тратит кучу денег и снимает, как красиво блестят его колечки, понимаешь? Ни о чем. Ни о чем. Вот именно ни о чем. И такого очень много. Вот я сейчас решилась на то, чтобы... Ну, то есть это, по сути, как упаковка бизнеса через какой-то стори тейлинг, через какие-то... Абсолютно. Это крутейшая упаковка бизнеса. Мало того, поскольку я все-таки решила не наступать на прежние грабли ошибок, я сейчас... Это коммерческий контент, но это более чем доступный контент. Это контент, который сегодня, ну, как по мне, выгоднее, чем купить какой-то борт, который послезавтра снимут и не будет висеть. То есть мне сейчас интересно посмотреть, сможем ли мы дать очень классный фидбэк нашим людям, которых мы снимаем. Так, но это тоже будет мало-средний бизнес, да? Да, тут знаешь, какая есть вторая сторона? Я бы, конечно, очень хотела работать с крупниками, но у крупников есть очень классная штука. Они всегда смотрят на цифры. Им важно, чтобы у тебя там было сколько количества подписчиков и так далее, и так далее, и так далее. Но я прекрасно понимаю, что когда я к этому приду, и пойдут другие гонорары и другие предложения, вряд ли у меня уже будет такая искренняя заинтересованность за какие-то небольшие деньги помогать малому предпринимательству, да, там активно, потому что есть ресурс все-таки твоего времени. Ну да, замутый круг. Мало денег, много не вложишь туда, соответственно, и много не заработаешь. Большой бизнес... Хорошо, ты на это планируешься зарабатывать. Как это будет происходить? То есть ты можешь брать деньги за ролик, или вы можете делать что-то больше, чем просто снимать видео? Подвижение этого видео, возможно, какой-то консалтинг? Нет, ну в любом случае, когда заходит человек, то, что он получает консалтинг, это 100%. Захочет он, чтобы мы это показывали в эфире или нет, это его дело. Но консалтинг он получает, потому что я не могу молчать всегда. Где бы я ни присутствовала, мне всегда по бизнесу, я вижу всегда все факапы их и все, что делается не так. Но моя задача помочь людям расковырять тот смысл, который будет интересен зрителю, по которому он будет потом идентифицировать и говорить, блин, я же знаю этого Рому, оказывается, представляешь, у него вот это для меня очень важно. Разработка фоншизма. Потому что, да, потому что это мало кто умеет делать. Это бесплатно для меня, Рома. Конечно, мало кто умеет делать, а рассказать о тебе интересно, понимаешь? Особенно с точки зрения бизнеса, чтобы людям это понравилось. Вот за счет именно своих компетенций я и занимаюсь этим, и хочу сейчас делать это более активно. Смотри, такой вопрос. Многие, когда, для них же это, они платят деньги тебе, значит, они хотят получить на выходе что-то, что их там, ну не знаю, восхваляет, делает из них богов вот в этой нише. Не ломает ли это внутри тебя, ну какое-то понимание? То есть ты не можешь уже, по сути, там, критиковать этих ребят? Я не вру никогда. Вот я никогда не вру, и это мое главное условие. Будут ли тебе за критику платить? Вот в чем я хочу спросить. Смотри, вопрос не в критике, вопрос в том, чтобы показать людям их же сильные стороны, которые сыграют для них в результате. То есть я всегда говорю о том, что мы можем снять, ну вообще, людям обычно снимают то, что им нравится самим смотреть. Ох, какая у нас классная компания, офигеть, знаешь, корпоративный фильмец такой. Но это совершенно не продает. То есть это не вот это? Нет, это не про это, я всегда против этого. Если компания откровенно Г, я никогда ее не возьму. То есть у тебя будет входной какой-то тест, да, то, чтобы стать героем. Конечно, конечно. Не заплатить за это деньги. Это очень важно, потому что я показываю этих людей своим зрителям, не с точки зрения рекламы просто, да, а с точки зрения того, что у них классный продукт тоже. То есть тут двойная работа. Для людей, которые становятся как бы условно моими рекламодателями, это возможность продаться и показать то, рассказать о своей компании, чего другие не знают. Ведь каждый начинает, например, какой-то бизнес с историей. Типа, я не смог найти там себе вот это, и я решил это сделать. И у нас, сама качественная, мы там своими ручками, бабушка у меня лично вышивает. Ты понимаешь, эту историю никто не знает. Человек просто смотрит на ценник и говорит, какого черта это стоит так дорого, я куплю то, что подешевле. Понимаешь, проблема-то в этом. Люди не умеют доносить этих смыслов, потому что, ну, просто мозг в эту сторону не варит, это нормально. Это правда. Так, хорошо. Слушай, пейзаж за окном немножечко сереет. А тебе нравится? Ты еще замечаешь, куда я тебя везу? Ну, это легендарный район для тех, кто смотрит, например, не из Киева, не знает, что это такое. То есть, это такой район, который... Жизнь дала трещину, едем на троещину. Ну, то есть, скажем так, слишком уж пиарить, что ты здесь живешь, живешь, не будет. Значит, я тебе расскажу. Я жила здесь много лет. Серьезно? Да. Переехала сюда в третьем классе, потому что родители здесь получили квартиру. Когда он был еще такой, он только появлялся. Да, но это было счастье, потому что мы жили в двушке, которая, мне кажется, вообще какая-то коробочка с бабушкой и с дедушкой в одной комнате. У нас были смежные вообще комнаты, и мы жили с папой, с мамой на одной кровати, втроем спали в этой маленькой комнатушке. Я сейчас в эту квартиру иногда заезжаю, и просто в ужасе. Дорога тоже дала трещину, не только жизнь. Ну, тут будем считать, что просто сюда инвестируют деньги, поэтому тут есть ремонт. Смотри, люди какие-то убирают. Люди. Во взрослой жизни, когда у меня уже начались свидания, слава богу, что нет моего мужа, он очень не любит это слушать, я стеснялась говорить своим женихам, что я живу на Троещине. И я, короче, говорила, что я живу на Крещатике, и они меня там высаживали на машине, и я садилась в метро и просто фигачила полтора часа на Троещину. А на Троещине нет метро? Нет метро. Я доезжала до Петровки, оттуда садилась на маршруточку, короче. Но я тебе объясню, почему я сюда приезжаю. Это очень важный момент для меня, прямо такой знаковый. Очень многие люди, ты же обо мне сегодня снимал. Очень многие люди, когда я начала только появляться на небосклоне, ну и сейчас кто со мной знакомится, все говорили о том, что, ну типа, мне повезло, там у меня родители богатые, муж, короче, у меня. На Паршаке ездит. Да, там на Паршаке и так далее. Вот. Я периодически сюда приезжаю для того, чтобы помнить. Метроваться от земли? Нет. Когда мне, типа, влом работать, там, когда я, там, такая, начинаю, типа, звезду какую-то ловлю, там, знаешь, я все время сюда приезжаю и говорю себе, вот почему ты должна никогда не вернуться сюда. Пойдем. 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 Ты расскажи, ты какой девчонкой была? Ты такая сейчас, ну, жесткая бизнес-фумена, в детстве ты тоже была такая, ну, как это, сорви голова, то есть там, била мальчиков. Нет, я вообще закомплексован. А, это у тебя все вырвалось наружу? Знаешь, на самом деле, я была всегда со стороны очень смелой, ну, типа, от страха, знаешь, я такая была девочка, которая была такая... Лучшая защита это нападение. Да, да, которая так сильно страшна, что она такая, типа, я, вот. И, наверное, ну, сейчас не совсем уже такая, но есть момент. Но я была достаточно, вот, все время боялась, все время вот эти страхи, очень много лет они во мне сидели, и я вот помню, как я на Троечине много, ну, большую часть своей жизни прожила, я всегда очень этот район стеснялась, ну, то есть, знаешь, вот всегда мне было стыдно. Моя мама мне все время говорила, откуда в тебе вот эта плебейская кровь, она говорила. Откуда? А мне реально, знаешь, я такая понимала, что, блин, мне так не хочется здесь быть. То есть для тебя это был мотив, собственно, что-то делать, да? Смотри, я переехала в третьем классе, моя школа была на Бессарабке. Да, это центр города. Я, возле моего дома была здесь, школа. Я сказала, нет, я не буду здесь ходить в школу. И каждое утро, полтора часа, я сама ездила в школу. На Бессарабку? На Бессарабку. Твой канал о бизнесе. Давай вернемся к нему. Расскажи, вот часто всех интересует зрителей, как у кого-то что-то сработало, где рецепт успеха, где волшебная кнопочка и так далее. Но действительно интересно узнать, что для тебя в плане продвижения сработало лучше всего. Вот прям номер один. То, с чем я, в общем-то, и пришла, и то, наверное, что помогло моим навыкам или моим навыкам помогло сформировать. Это личный бренд. То есть я, как тебе уже рассказала, занималась разными вещами. И многие люди до сих пор говорят, что вы свадьбами уже не занимаетесь. То есть, знаешь, к тебе что-то прилипает, и ты говоришь, много лет я уже этим не занимаюсь. Момент личного бренда. Я, когда пришла, я пришла из шоу-бизнеса. И в шоу-бизнесе там ничего, кроме личного бренда, нет. Ну, да. То есть ты работаешь над своим именем. И я это знала, я больше ничего другого не знала. И поэтому, когда я начала развиваться, я все делала через я. У меня никогда, типа, не было мы, наше агентство, наша команда. Я все время я. Я брала на себя такую ответственность. И я писала тексты. И я очень много пишу. И вообще весь контент, который создаю, вот все, что у меня пишется, мои 10 книг. 10. Вот. Все пишу я лично. То есть я создатель такого контента. Я, ну, начала вести все этих роликов у меня немерено в Ютьюбе. Даже, ну, до того, как я понимала, что я хочу заниматься Ютьюбом, я просто создавала видеоконтент. Я обожаю выступать. И много выступала, и выступаю, и создавала свои мероприятия с этими вещами. То есть это момент личного бренда. Я сегодня считаю, что в современном предпринимательстве обязательно необходимо работать над своим личным брендом. Сто процентов могу подтвердить это только. То есть сегодня это не то, чтобы выбор, да, того, что ты хочешь развиваться через личный бренд или нет. Ты сегодня обязан. Слушай, ну вот смотри, есть такой момент. Кто-то к этому органически подходит для этого формата. Вот ты точно, да, подходишь для раскачки личного бренда. Некоторые нет. Вот владельцы каких-то компаний, бизнесов, вот, возможно, твои там будущие герои, для них вот съемки, вот это все, это не их мир. Вот, понимаешь, есть... Стоит ли это в себе бороться с этим, или, может быть, по-другому как-то? Я об этом думала. Вот многие говорят, ну я не могу там писать, я не готова выходить там в камеру. Не умею говорить, да. Да, начинать говорить, но... Мы не умеем это делать в камеру, но мы все умеем прекрасно общаться. Общаться, да. И у меня было миллион таких случаев, когда я не знала вообще ни людей, ни компанию. Ну я садилась там случайно в ресторане, вот недавно у меня был тренинг, и я после приехала, мне говорят, это типа спонсоры, надо с ними поужинать там. И мы начали разговаривать, но сидят обычные какие-то дядьки, да. Ну ты думаешь, о боже, ну я хочу отдохнуть там. И там, ну ты не понимаешь, кто это. В итоге ты начинаешь с людьми разговаривать, и ты узнаешь, что у них там стоматологическая клиника, классная, крутая, эти ребята занимаются издательством. Они начинают рассказывать тебе какие-то истории. И ты понимаешь, что, блин, если бы люди, их клиенты знали их вот такими, они бы уже совсем по-другому к ним относились. Потому что я сижу, и я понимаю, что у меня мысль, а не приехать ли мне в Кременчуг полечить у них зубы. Потому что они такие офигенные. Донесли, продали тебе. Вот, ты понимаешь, это классно. Они даже не то, что донесли, я их увидела как людей. Я их увидела живыми, открытыми, эмоциональными. Они рассказали мне, как они заморачиваются над чем-то. То есть они мне, не то, что продавали, они просто, мы общались вот в такой беседе. Ну камера выключена же была при этом. Но я прекрасно знаю себя, что я могу людей таким образом показать, расположить и донести. Когда личный бренд, да, он не будет, может быть таким активным в продвижении. Но люди будут уже все равно узнавать об этой компании через вот этих владельцев. Это очень важно сегодня. Я вам тоже позволю на твоем канале дать совет. Потому что, если в вашей нише, например, никто этим не занимается, вам точно надо быть первым. Потому что это будет сильный, сильный момент отличия, да, то есть от всех, всей сейромассы конкурентов, которые есть. У нас такая же история. Мы единственные, кто на рынке упаковки франшиз, вообще в СНГ даже, не только в Украине, занимаемся медийностью. И никто это почему-то не делает. То есть сейчас уже там многие там обращают внимание, что если там франчайзинг, это к вам и надо идти. Потому что просто они видели его. Просто видели. А вот и няня. 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 Каторжный работник. Теперь вы знаете, что есть у нас человек, который следит за детьми. Все няня обеспокоены, что мои дети беспризорники и живут в интернате. И я их сдаю, потому что я все время работаю. Так, это няня. Няня Жанна Григорьевна. Ева, как зовут няню? Как меня зовут? Ева сошла с ума от счастья. Няня зовут няня. Няня зовут няня. Няня у нас сколько лет? Алиса, ты помнишь, когда няня появилась? Когда мне было 6 месяцев. И за тебя было 8 месяцев. Няня появилась, когда Алисе было 8 месяцев. И уже в этом году мы будем праздновать 7-летие. То есть няня уже, в принципе, официально пойдет в школу. Пойдет в школу. Вот. Няня у нас занимается всем, что связано с детьми. Главный наш помощник в этом вопросе. Причем няня была инициатором гимнастики Алисы. Все тоже, все думают, что это я. Сейчас все правду расскажу. Нет. Няня была инициатором гимнастики Алисы. Няня была инициатором того, чтобы Алису перевезти в нормальную гимнастическую школу. Сейчас, няня, у нас есть официальная минутка славы для того, чтобы пригласить всех мальчиков красивых к партнерам. Партнер, нам очень нужен партнер для нашей младшей. Замечательной девочке Евы. Вот. Няня готова помогать в этом вопросе, присматривать во время тренировок за ребеночком. Вот. И, в общем, мы очень хотим мужчину. У нас каждый день расписан с утра и до позднего вечера. Вот. Вот это, кстати, вопрос очень важный, потому что все считают, что мы плохие родители, потому что мало времени проводим с детьми. Но расскажите, как расписаны дни наших детей? Дни у нас расписаны по графику занятий с учетом школы, тренировок. У нас обязательно наша гигиена, заправить постель, чтобы девчонки приучались к самостоятельности. Алиса с утра на занятиях, мы с Евой по хозяйству. Во сколько возвращаетесь обычно с тренировок? В 11 мы уже выходим из дома погладить, простернуть или приготовить, покушать и сами идем на тренировку. Приходим мы уже после родителей. Мы уже... Да, очень часто так бывает. Вот поэтому особо говорить о том, что с детьми там время, ну, дети очень сильно заняты у нас. Очень много тренировок, очень много задач. ну и няне тоже надо помогать кому-то. Так что, ребята, вам нужна няня, вам нужна тетя Таня, которая заставляет убирать игрушки. Да. Вот, и только тогда у вас будет шанс на то, чтобы вы успевали что-то делать, работать, потому что в противном случае каждое вот это вот действие это работа отдельная. Заниматься детьми это отдельная работа, заниматься хозяйством это отдельная работа, потому что, казалось бы, многие берут няню и говорят о том, что там няня может еще поддерживать уборку, чистоту в доме, но когда у вас двести с лишним квадратов и вот такой дурдок. Сейчас расскажу один секрет, как всегда быть хорошей спортивной формы. Смотрите, когда у вас, вы заходите в свою ванну и вешаете в свою ванну вот такую штуку. И каждый раз, когда заходите подписывать, вы прыгаете. Ну, не будет долго, в общем, штук 20 так делаете, и каждый раз, когда заходите подписывать, делайте 20 подтягивания, и все будет отлично, всегда будет дискорр. Наша жизнь – это череда факапов. Какие у тебя были веселые, неприятные, грустные, трагичные истории вот за твою карьеру ютуберши? Ну, я вообще в жизни факапу выделяю в отдельную папочку. Я купила эту машину, я не помню, сколько времени ей было. В общем, я выхожу из своего офиса и вижу, как у меня вот сюда, через лобовое стекло, вот сюда в торпеду, торчит лом. Лом? Прям? Прямо. Вот кто-то сделал это специально? прям кто-то это сделал. Но гораздо неприятнее стало тогда, когда я получила письмецо, в котором было сказано, что я могу получить этот лом в другое место. А что не устраивало владельца лома? Я не знала, кто владелец лома вначале, и вообще ничего не поняла. Это было так страшно, наверное, в первую в жизни, когда мне было так страшно. Эта история была длинной. А с хэппи-эндом? Ну, хэппи-энд был мой урок на всю жизнь, потому что что произошло? У меня был инцидент с клиентом, которому я делала свадьбу. И эта история с ломом случилась через полгода после свадьбы практически. То есть это не случайный человек был? Это был не случайный человек, это было... Это мне показали мое место и показали, что я никогда не знаю, с какими людьми я имею дело. Что в тот момент, просто возьми этот урок себе на заметку, что в тот момент, когда тебе когда-то хочется поставить кого-то на место, чтобы восторжествовало, по-твоему, справедливость, и ты типа себя чувствуешь очень классным, в этот момент задай себе один вопрос. Что сейчас сделать проще? Вот просто расслабиться, убрать свою гордость и не понимая, с кем ты имеешь дело, это может быть даже не статусный человек, это может быть просто человек, больной на голову. Такое тоже может быть. Я связалась со статусными людьми, нет, это все делали другие люди, но я благодарна им, эта эпопея длилась несколько месяцев, несколько месяцев, где я жила в страхе, в аду, в страшном, еще и беременная, но я сделала потрясающие выводы на всю жизнь. Я больше никогда не позволяю себе в любых ситуациях включать гордыню, включать вот эту крутизну и предпочитаю тихонечко капитулировать, мне проще извиниться, проще где-то вот где-то убрать вот эти все вещи, подвинуться, потому что я поняла одно, что нету в жизни вообще ничего важнее, чем спокойствие тебя и твоей семьи. Я попросила прощения у этих людей после всего ада, который пережила, потому что поняла, что есть, есть в жизни исполнителей, которые ставят тебя на место, и наверняка они меня от чего-то дальше уберегли. Второе, у меня был такой тоже отвратительный случай, недавно, кстати, помнишь, Петя Осипов к нам должен был приехать, он не приехал, его не пустили на границы, и вот этот стадион, стадион так стадион, дворец спорта, где выходят организаторы и говорят, извините, вот несколько тысяч людей, которые пришли на Петю Осипова, а Петю Осипова не будет. У меня была немного другая история, я делала свадебный саммит, моей Еве был один месяц тогда, я делала его в Москве, то есть женщина, которая только что родила, у нее ребенок одномесячный, на ней куча всего, и у нас было 10 привозных спикеров, я решила сделать типа крутой, знаешь, вот привезти самых офигенных в свадебной сфере вообще со всего мира, и во время саммита к нам не прилетает 3 спикера, мы об этом узнаем, когда мы уже на сцене, 2 не прилетели, это были муж и жена из Дубая, в Москву, нет, они не прилетели, значит, потому что с одними у нас была ситуация, мы их очень попросили лететь не бизнес-классом, а лететь обычно, и они сказали окей, но они обиделись, и я выхожу в зал, а ты на сцене, да, и мне нужно выйти и сказать людям, что у нас не будет трех спикеров, и это было очень страшно, потому что люди прилетали из разных тоже кусочков, городочков, странных, ну, это русскоязычное сообщество свадебных людей, и это было отвратительно, потому что я помню, как я выхожу, у меня желание соврать, ну, сказать, что разбился самолетом, что-нибудь такое, человек умер, да, и мне нужно сказать правду, я тебе хочу сказать, это отвратительно, у меня не ушло ни одного человека, один человек, мы сказали, что мы вернем деньги, один человек запросил обратно деньги, но через час написал мне письмо, а все мне писали письма на сцену, у меня до сих пор хранятся эти письма, где они писали мне слова поддержки, благо это были организаторы, которые понимали, что каждый мог оказаться в такой ситуации, те остальные спикеры иностранные, которые приехали, конечно, но это будет стоить вам 3000 долларов, они сказали, да какие проблемы, давайте мы сделаем классные еще свои выступления, мы сделали какие-то очень классные спичи, ну что-то такое было, было очень круто, выкрутились, но я это хорошо помню, поэтому, когда я оказалась на мероприятии Пети Осипова, первое, что я сделала, я написала организаторам, пацаны, держитесь, если надо, я выйду и буду петь, вот. Да, нет, на самом деле, сейчас есть очевидная мода и тренд на бизнес-клубы, я заметил, что ты недавно тоже приняла участие как совладелец, или как это правильно будет сказать, в женском бизнес-клубе, расскажи немножко об этом, это вот эти ваши пижамные вечеринки, собираетесь и обсуждаете мужиков, я себе так примерно представляю женский бизнес-клуб. организовывала я, я бы его, наверное, сделала таким. Значит, история какая, у меня есть подруга, которая когда-то училась у меня на свадебного организатора, корни все равно уходят в свадьбу всегда, и прошло какое-то количество лет, и мы так начали пересекаться с ней, она меня начала приглашать, выступи у меня, пожалуйста, в моем клубе, и мы как-то начали общаться, и начнем с того, что это такой потрясающий человек, она стоит в 4 утра, на нем неимоверный пахарь, она вообще умница и красавица, но у нее в свое время появилась потребность, что, знаешь, как бы общаться можно только-либо с теми, кто колбасу там выдает, ну так себе, да, окружение. Ну, в общем, не с кем, и у нее появился такой запрос, что, блин, где мне создать это окружение, где его взять, и она решила открыть этот клуб, это было полтора года назад, вот полтора года назад, она инвестируя свои собственные деньги, время, и вообще неимоверное количество ресурсов, ты понимаешь, что такое, запустить, да, вообще какой-то проект, она запускает этот женский клуб, сегодняшний момент 70 участниц, там действующих, платных, то есть, как бы все работает, с неимоверным количеством ивентов, и вот я как-то прихожу на такой завтрак очередной, уже в роли слушательницы, и смотрю на все это, и думаю, блин, это клево, да? а было бы круто, а я искала как раз партнера для своего бизнеса, там были у меня идейки, я думаю, вот было бы ей круто такого партнера, как я, потому что она организовывает все внутренние процессы, но не хватает маркетинга, не хватает подачи, не хватает, и я с ней встретилась и говорю, слушай, ко мне такая идея вообще пришла, ну, совершенно, может она не в масть, ну, вот, давай поговорим об этом, и мы когда начали говорить, я поняла, что мы вообще, знаешь, как, ну, нам настолько вместе классно, комфортно, мы думаем в одном направлении, и мы буквально за месяц, я говорю, как выглядит сейчас твой клуб, я поняла, что он сейчас выглядит на коленке, потому что она делала его, у нее был сотрудник, и знаешь, все в голове, ну, во всем каша, в деньгах каша, во всем каша. в общем, я решилась войти в эту историю, она говорит, слушай, я тебя, наверное, намечтала себе, потому что я думала о партнере, и мы очень хорошо с ней сходимся по сильным сторонам, то есть, разным немножко, и сейчас есть этот женский бизнес-клуб, моя цель большая, потому что я же люблю что-нибудь побольше ставить, я хочу превратить его в такой крупнейший женский бизнес-клуб, большое сообщество, где девушки могут, у нас много очень мероприятий, всяких бизнес-завтраков, обедов, семинаров, лекций на бизнес-тематику с очень разными спикерами, у нас очень много классных таких, знаешь, не с кем повисеть, повисеть, чтобы это были люди, не которые, либо были, либо бедные, у них нет денег повисеть, это проблема, понимаешь, когда ты хочешь куда-то пойти, а твоя подружка не может, либо люди, которым интересно обсудить своих мужиков, какие они ужасные, а не то, какие проекты ты делаешь, ведь когда ты начинаешь говорить о бизнесе с подругами, а у них нет бизнеса, это не разговор, это либо они считают, что ты хвастаешь, это очень много всяких проблем такого рода, поэтому наши как раз сообщества про все, вот все самое лучшее, что я себе мечтала, сейчас у нас лето, у меня сейчас вечеринка на яхте, спа, девичник, два дня, там возле бассейна, все понятно, короче, это такой кайф, я думаю, боже, как я жила раньше без этого клуба, мы сейчас уже активно начали работать над представительствами в других городах, чтобы девочки могли по... вам нужна франшиза, ну ты знаешь, я это называю, наверное, да, я называю это сейчас представительством, не, понятно, ну нужна местная девчонка, активная, да, у которой есть бизнес, у которой есть связи, у которой есть запал, самое главное, и которая готова этот момент развивать, ниша пустая, с этим можно сделать прикольную бизнесовую историю, абсолютно, так и есть, вот, ну сейчас вот мы стартуем с этой историей, потому что буквально месяца полтора мы все разгребали, выстраивали все в процессы, в систему, потому что оно было все на коленке, и с этим работаем, то есть это тоже, и что самое главное, что мой YouTube канал только усиливает эту историю, слушай, тебя смотрят мужики же, но они об этом не говорят. Слушай, я знаю, что ты занимаешься еще тренинговой историей, то есть ты, ты инфобизнесмен, что ты инфо-цыганка? Во-первых, я большой практик, давай начнем с этого, то есть для меня все-таки инфо-цыганин это человек, который, типа там сидел-сидел, а буду-ка я учить, я всегда рассказываю только о своей практике, но я сейчас, в большей мере, у меня появился, у меня вообще есть мечта, давай от этого начнем, отталкиваться, когда я... I have a dream, это кто-то известный сказал. Точно, есть большая мечта, моя большая мечта заключается в том, что я вообще млею, просто пищу и трепещу, когда попадаю на сцену, то есть не зря это со мной случилось еще в детстве, да, вот эти все мои гастроли, потом шоу-бизнес, я просто трепещу, и у меня большая мечта выступить на сцене перед 20-ти тысячной аудиторией, но какая бы аудитория ни была, я всегда это обожаю, но я вообще очень энергичный человек. Вы заметили. Да, и я абсолютно, наверное, все свои катаклизмы переживала именно благодаря тому, что я могу включаться, заряжаться и находить мотивацию для того, чтобы действовать, то есть включать себя абсолютно по-разному. Я умею включать не только себя, но и других людей. Вот буквально недавно я создала такой тренинг, который я назвала «Пробуждение». Это живой тренинг, и он совмещает две вещи. Первое – это сцена, второе – это включение людей. И меня это настолько заводит. Я понимаю, что я не могу сразу начать с 20-ти тысячной аудитории, к сожалению. И, наверное, я была бы еще не слишком хороша. Поэтому я поставила для себя задачу. Сейчас у меня начались уже гастроли, у меня было два выступления в Киеве, в Кременчуге, и вот сейчас у меня будет четыре города – Луц, Кривой Рог, Порожье и Черкасса. И осень я хочу взять Россию. Понимаешь, проблема вот у людей какая? Сегодня огромное количество всяких бизнес-тренингов, конференций, всего этого. Это очень классно. И, в принципе, что делать уже очень понятно. Можно даже не ходить на тренинги, в принципе, в интернете все есть. Но люди не могут себя заставить включиться. Вот они просыпаются утром, все знаем, что делать, а что делать, когда нет сил? А что делать, когда ты вот, ну, ты какой-то нересурсный, я это называю, не в ресурсном состоянии? У людей постоянно есть эта проблема. И я сделала такую программу, она построена половина на моей личной истории, вот потому что ничто так не впечатляет, как когда ты понимаешь, что рядом есть человек, у которого было так, а может быть и хуже, и что он сделал, чтобы он смог. И вторая часть – это конкретное включение людей благодаря тем техникам и благодаря всем тем знаниям, которые я обладаю. Чтобы ты понимал, этот тренинг длится у меня день, там с 10 утра, там до 7-8 вечера. Меня саму после плющит настолько сильно, что я просто не могу успокоиться. То есть включает и заряжает очень сильно. Я считаю, что это как раз момент моего внутреннего ресурса и какого-то такого, знаешь, врожденного дара, данного, плюс все-таки опыт, голова, которая умеет анализировать, ну, и какие-то моменты связаны с твоей энергетикой. И вот это пробуждение для меня сегодня офигенный такой момент продукта, который меня качает, которым я хочу включать и с которым я хочу объездить все, что только возможно. И это дальше, даже больше для меня сегодня не коммерческий продукт, а продукт, именно который, знаешь, вот, типа, что бы ты делал, если бы тебе вообще не нужны были деньги? Я бы сдохла на сцене. Я мечтаю умереть на сцене в возрасте 150 лет, когда я буду прыгать с толпой, понимаешь, и в конце сдохнуть. И все бы кричали «Да, Ермила!» И я бы сдохла. Так, это точно уже не Троещина, это твое новое место силы. Да, это место, где я живу, уже причем несколько лет, мне все время, знаешь, кажется, что я только сюда переехала. Тут такая история, мы когда с Сережей познакомились и впали в кризис финансовый первый, мы приехали, еще не было половины липов, построено, и мы такие, мы хотим тут жить. Мы, короче, пошли, начали рассматривать квартиры, там менеджера нашли, выбирать себе квартиру, и потом, наверное, спустя года три мы пришли, и этот же менеджер продал нам нашу квартиру. Стабильность. Стабильность, да, знаешь? А-а-а, ветроган какой здесь. Ну, да, но это, знаешь, не свободно, но в лице. Тут при чем живут все. Вот если в принципе любой фелебрец тебе нужен, он где-то здесь живет. Где-то здесь и даже наш президент морковку покупает. И даже сосед мой был наш премьер-министр. И морковку, да, Тимофеев тоже. Привет, Тимофеев. Мы покупаем иногда что-то в супермаркете. А где ты ищешь людей для Ютьюба? Может быть, тебе нужны какие-то кадры? Возможно, среди твоих зрителей ты просто этого не знаешь? Есть люди, которые даже не думали, что можно поработать с Олей Ермиловой, а у тебя есть вакансия? Думаешь, какие-то ненормальные, сумасшедшие люди? Да. Ну, в принципе, да, ребята, пользуясь случаем, готовы, рассматриваем. Первое, это сценаристы. Это вообще креативные люди. Если у вас есть классные идеи, есть опыт. Пишущие, да? Пишущие, да, которые готовы как бы делать прикольные, интересные продукты, проекты под то, что мы сейчас тоже делаем под наших предпринимателей, это круто. Если вы делаете, может быть, какие-то классные эффекты, что-то такое, вот вы знаете, смотрите на видео наши, думаете, блин, вот круто было бы здесь сделать, я это умею делать, почему они это не делают? То есть специалисты из Голливуда тоже рассматриваются? Специалисты из Голливуда, да. Может быть, вы как-то классно умеете супер монтировать? То есть я вообще, знаешь, за адекватных людей, которые, очень часто люди говорят, не знаю, где это применить. Может быть, посмотрите Рома канал, может быть, у вас появятся тоже какие-то классные идеи. Ну, почему нет? Да. Да. Да? Посмотрите канал, срочи селения. Конечно, я думаю, все будут смотреть с удовольствием. Ты тем более рассказала, сколько у тебя там интересных людей, теперь все побегут. Только вы сильно не убегаете, вы ко мне тоже прибегаете. Не-не-не-не-не, это ко мне вы иногда заглядываете. Я недавно решил все селфи с людьми, которые я записал интервью, сохранить в отдельную папочку, чтобы, ну, как-то оно было. Я удивился, что вот когда у тебя есть какая-то задача, я год назад не мог представить, что я со всеми из ними познакомлюсь даже, пообщаюсь там с миллиардерами уже, ну, реальными долларами. Касательно твоего шоу, если кто-то думает, что твоему бизнесу не нужен сейчас видео-маркетинг, я думаю, что он, ну, он, скорее всего, через какое-то время закроется, потому что, потому что, ну, бизнес сейчас не может не быть в Ютьюбе или в Фейсбуке, ну, где-то в формате видео. Сто процентов. Мы с тобой недавно были на одном мероприятии, как раз вот твой сосед, Алис Тимофеев, организовывал, он сам об этом говорил, что видеомаркетинг сейчас по вовлечению, по, в общем, по уровню залипалого, который происходит у зрителя, он значительно опережает любые другие форматы. Люди смотрят видео со звуком, без звука, неважно, но они смотрят, они гораздо больше вовлекаются. Когда они просто смотрят твои фотографии с пляжа, да, прекрасные, конечно же, в Инстаграме, это один момент. А когда они смотрят тебя видео, слышат, как ты говоришь, о чем ты говоришь, не в формате сторис, а именно вот полноценно, да, это совсем другая история. Тем более, если это еще и становится интересно слушать, то уже после покупать тебя или кого-то другого вообще не стоит вопрос. То есть люди просто начинают тебя выбирать, потому что они тебя уже знают, они же уже все о тебе знают. Поэтому конкурировать, я повторюсь тоже, что конкурировать просто вещами сегодня нельзя, просто продуктом. Сегодня должна стоять за этим история, и люди должны ее знать, а не только ваши знакомые, соседи. Тогда все по-другому. Я, знаешь, что подумала. Я сегодня уже не знаю, чей это выпуск, все-таки. Я подумала о том, вот у меня родилась буквально идея, что я хочу попробовать сейчас прямо предложить вам, друзья, сделать такую классную активность. Ну, потому что хочется сделать какой-то крутой подарок и дать какую-то возможность для тех людей, для совсем маленьких предпринимателей, или вообще Масюсеньки. Давайте мы сделаем минуту славы. Вы в очень интересном формате должны придумать, как именно вы это сделаете. Запишите видеоролик на одну минуту, где вы расскажете о том, что вы делаете. Интересно. В своем бизнесе, да. И вы пришлете на e-mail, который вы я оставили здесь везу. И мы посмотрим и выберем тех людей, того человека, я не знаю, сколько у вас будет, кто реально сделает это круто, кто заморочится. Так, чтобы в течение одной минуты это было действительно интересно посмотреть, и абсолютно бесплатно вы попадете на канал, и мы сможем показать вас. Обязательно, мне кажется, чтобы это можно было действительно интересно смотреть еще, чтобы это не выглядело как реклама. Расскажите историю. Мы сегодня постарались рассказать историю девочки из Троещины, которая ездила каждый день на Бессарабку в школу, и потом теперь уже живет на Печерских Липках. Расскажите за эту минуту свое мнение, историю, почему вы этим занимаетесь, почему этот бизнес вас драйвит, что хорошего вы несете своим продуктом, потребителям, почему вы кайфуете от этого. И то есть не надо рекламировать, мы делаем это, мы делаем это. Люди не хотят смотреть рекламу, они хотят слушать истории и через них узнавать, конечно же, больше о своем, о вашем продукте. Запоминать вас и понимать, почему вы такие классные. Я, кстати, только что вспомнила еще один факт, крутой. Когда мы сюда переехали, и случился как раз вот этот 2014 год, это все случилось в один момент. мы как раз на 2015 переехали, я родила Елу. И мы взяли эту квартиру, мы заплатили первый взнос за квартиру, и мы заплатили и сделали ремонт. Очень дорогой, как я мечтала. И очень много работы. В стиле Ермиловой, да? В стиле Ермиловой. И тут начинается, и мы должны были выплатить вторую часть, нам дали на год рассрочку. И тут начинается вот эта вся эпопея политическая, с войной, со всеми вещами. и мы понимаем, что наш бизнес идет на спад, а долг у нас 400 тысяч долларов. Это фактап? Ну, это большой челлендж, большой вызов, с которым приходится... Вот, я узнала, что оказывается на падающем рынке суток, с маленьким ребенком, на руках, вообще с хаосом в голове, с родовой депрессией и так далее, и так далее можно заработать 400 долларов за год как долг. Тысяч. Тысяч. И при этом еще выжить. Круто. Да. То есть вы все-таки сделали это? Мы сделали это, причем мне все говорят, как вы это сделали? Вот все ресурсы бизнеса, которые были, вот все, что только можно было придумать, вот так вот, мы вытворяли абсолютно все. И поскольку как бы в нашем тандеме лицом являюсь я, а муж мой является той большой спиной, знаешь, которая все делает, но не так видна, конечно, выпахать пришлось очень серьезно. Но это я к тому, что не бывает вообще ничего безвыходного. Вообще ничего. Так что мы с Олей, ну и как классно я к тебе присоединился уже, мы с Олей ждем ваших историй на минутку, порепетируйте и присылайте лучший дубль Ольге и кто-то точно попадет на канал. 100% Ну, мне кажется, это очень круто. Пожалуйста, напишите нам комментарии, Роме будет тоже очень интересно почитать, правда? Обязательно подпишитесь на канал Ромы, я вам искренне рекомендую, потому что, во-первых, Рома замечательный человек, что, кстати, в нашем говняном мире очень важно. Второе, у Ромы реально классное интервью, вот, я тебе очень благодарна, что ты сегодня так пришел и мне помогу. Спасибо, конечно. Спасибо. Отлично. Все, отвезете меня домой. Конечно. Я без машины. Пока. Ну что, друзья, неожиданным был этот выпуск. Хочу задать вам вопрос. Многие из вас смотрят меня уже достаточно длительное количество времени, следят за мной, но было ли что-то сегодня такое, о чем вы узнали впервые. Мне будет очень любопытно прочитать об этом, потому что я по-прежнему утверждаю, что видео это то, что делает нас ближе, гораздо ближе, потому что ни один пост, ни одна фотография не могут рассказать нам о человеке, о компании, о том, чем он занимается, так, как это сделает видео. И именно поэтому я считаю, что видеомаркетинг на сегодняшний день главный тренд. И сейчас у вас есть потрясающие возможности использовать это, использовать это для себя, для своего бизнеса, для того, что вы делаете. Я очень хочу помочь вам рассказать вашу историю, сделать так, чтобы люди узнали о том, какой вы человек, о том, какой ваш бренд, о том, какие ценности для вас являются главными. и тогда вопрос покупки какого-то товара или какой-то услуги перестанут просто конкурировать с такими же, как другие, потому что вы будете уникальны, потому что каждый из нас уникален. Просто не каждый еще сумел об этом рассказать и донести. Заполняйте, пожалуйста, анкету, если вы хотите, чтобы мы вместе сделали это с вами и с помощью нашего канала в том числе рассказали об этом как можно большему количеству людей. Ну, я пошла работать как всегда и очень сильно жду ваши комментарии. А Роману Кирилловичу отдельный привет замечательный, замечательный журналист, блогер и человек. Дружите с хорошими людьми и будет вам счастье.